Трясет как на сельской дороге, только это дорожное полотно моста через АКУ. Ям не видно, но асфальт давно пошел волнами. Подрядчик обещал их устранить в рамках гарантийных обязательств еще в прошлом году. Только результат остался без изменений. Все то же самое, что в 90-х годах, что в 2000-х, что в нашем веке, в 2019-м. Ничего нового не приобрели. Только, мне кажется, новые дырки появляются с каждым годом все больше и больше. Плохо у нас делают все. Не знаю, куда что девают, но делают плохо. Как стиральная доска. Мы вот живем в Дубровичах, но стиральная доска. Можно было бы и лучше сделать. Надо бы. То, что отремонтировали вообще в целом хорошо, а то, каким образом отремонтировали, конечно, там часть дорожного полотна очень неровная, а часть достаточно хорошая. Построили в 1972 году, сломали в 2010-м. И после того его никто не сделал. Сделал бы кривым и плохим. Никто его не сделал. Теперь мостом заинтересовалась контрольно-счетная палата Рязанской области. Она начала проверку в региональном Минтрансе. Аудиторы будут проверять расходование бюджетных средств на выполнение проектно-изыскательных работ. Напомним, что ремонт моста проходил с середины июля. Проектные работы обошлись в 2,1 миллиона рублей. Стоимость подрядных работ составила почти 282 миллиона рублей. Для жителей города ремонт стал настоящей катастрофой, ведь движение по мосту все лето было практически парализовано. В прошлом году изменился. В прошлом году мы эту сторону бросили, ездили в ту сторону все. Отдыхать, да. Очень отразилось, я думаю. Любой человек, который проезжал в то время по этой дороге, столкнулся с затруднениями. Мы по несколько часов ежедневно проводили в пробках. В том числе с ребенком было очень неудобно. Это лето было в пробках, правда. А мы его все живем в деревне, посадишь там лучок, укропчик. Не продашь и не повезешь никуда его. Там его оставишь. На мосту. Ужасные пробки. Просто по часам мы ездили. Так как я живу в Солочи, в летний период, я стояла. Невозможно сколько, чтобы попасть домой. А выезжала на работу в 5 утра. И охраняла свое место. Мы живем за городом. Пробки целые каждый день были. Вот подумайте сами, как это. Ездить по часу домой. Час за то, чтобы проехать 20 метров. Теперь контрольно-счетная палата намерена проанализировать наличие, полноту и правильность составления проектно-сметной, разрешительной и исполнительной документации по ремонту моста. Также оценит эффективность, законность, целесообразность, обоснованность и своевременность расходов. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».